На своем канале я уже делал обзор звездного лучевого фильтра, но производители решили, что те фильтры были не очень и выпустили какую-то обновленную версию, обновленную серию Variable Star Filter и прислали на этот раз мне все три вариации, то есть это 4-лучевой, 6-лучевой и 8-лучевой звездный фильтр соответственно. Конечно, производитель позиционирует их для съемки ночного пейзажа, то есть когда все огоньки у вас приобретают такие звездочки, да, соответственно, сколько вы лучей купили, фильтр, сколько там лучей, 4, 6, 8, столько лучей будет и на огоньках, но, как по мне, это достаточно скучная съемка, достаточно скучные фотки, обычные, банальные, ничего у них такого нет, привет из 2000-х, как многие говорят, поэтому большинство сейчас использует такие звездно-лучевые фильтры для съемки Fashion, то есть если модель надевает какое-то платье с блестюшками, с блестками, все эти блестки-блестюшки начинают бликовать, приобретая тем самым вот эти вот звездочки, это выглядит действительно прикольно, это выглядит как-то действительно особенно, если вы снимаете видео на фото, да, это можно добавить, а вот на видео это реально выглядит классно. И второй вариант использования, как по мне, опять же, этих звездно-лучевых фильтров, это съемка какой-то ювелирки, но, к сожалению, такой ювелирки прям классной, интересной, каких-то брюликов у меня нет, поэтому мы поснимали как бы вот именно вот с таким блестящим платьем. Опять же, этот эффект на видео мне кажется гораздо выигрышнее, чем на фото. Если же вы вдруг не знаете, что такое звездно-лучевой фильтр, то это двухсоставной светофильтр, база которого вворачивается в резьбу вашего объектива или переходного кольца, а другая половинка содержит в себе вот такие вот полосы, которые создают вам вот этот самый блик. И при этом эта половинка может еще вращаться для достижения необходимого вам эффекта. И вот если же мы сравним ту версию, которую мне прислали до этого, звездно-лучевого фильтра, то там лучи, во-первых, длиннее, и, во-вторых, в них есть какие-то цвета, то есть они не однотонные. А вот эти свежие светофильтры, которые мне прислали, они уже однотонные, то есть сами блики именно однотонные. Но если мы говорим о качестве этих светофильтров, то больше всего мне понравился шестилучевой, потому что с ним не искажается цвет, то есть не искажается оттенок, и с ним не падает контраст и детализация. Четверочка, она такая нейтральненькая, как бы эффект такой не слишком заметный, особенно на полноростовых портретах и поясных. Вот на крупных, да, четверочку видно, от ярких огней тоже видно вот этот блик. Вот на восьмерочке блик очень хорошо видно, то есть на восьмилучевом, даже вот на полноростовых портретах, все прикольно, все классно. Но, к сожалению, у нас падает сильно достаточно контраст, у нас падает детализация, и у нас появляется такой небольшой тинт. Он ощутимый и очень заметный, особенно на ским-тоне. По итогу я скажу, как и должен. Это эффектный светофильтр, и он нужен далеко не каждому. Побаловаться такую штуку можно купить. Опять же, самый лучший вариант это шестилучевое, как по мне, то есть где-то подснять на мобильный телефон в поездке. То есть вот опять же, все блики воды на море, на озере каком-то, они все будут играть. И это выглядит прикольно для сторис, для рилсов каких-то, можно подснять, для мобилочки приложил, подснял, все супер. Или же, если вы снимаете много фэшена, гламура, где девчонки тусуют в этих блестящих платьях. Опять же, там вот этот фильтрик тоже сгодится, эффектики прикольные, а сейчас все любят эффектики, все любят короткие инстаклипчики, который запрещен у нас в России, да, Инстаграм. Поэтому фильтр не для каждого, и если покупаете его, то 10 раз подумайте, прежде чем его купить. В описании к этому ролику обязательно будут ссылки на Алиэкспресс, где можно приобрести конкретно эти звездно-ночевые фильтры от WalkingWay. А на этом на сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся.